Это старый, не просрочиваешь? Нет, он не просрочиваешь. До 9-го, 20-го. Еще нахуй. Так, по пятерочке будем колоть. Врубило, да? Здравствуйте, подписчики моего канала. Две, когда на видео. Сейчас будем наших пациков колоть пятерочку будем сейчас железосодержащего витамина давать. Уколчик будем делать вляжку. Они уже подросли, им уже 10 дней. Это у нас будет второй укол. Держим их вниз головой. И вот так вот во внутреннюю часть задней ноги делаем укол. И отбрасываем в сторону, чтобы они у нас не смешивались. В принципе, процедура несложная. Для ее выполнения не требуется никаких особых познаний. Поросята воспринимают ее не очень болезненно. у них болевой порог гораздо выше человеческого. Поэтому им не больно. Я сам не пухаю. Поросятки уже подросли у нас и стали гораздо больше от своего рождения. Что я хочу сказать по поводу витаминов. Что я хочу сказать по поводу витаминов. Вы знаете, вот укол проводишь, витаминизацию проводишь, прям на глазах начинают расти хорошо так. Прибавляют и в вес, и вообще так вытягиваются сразу же. Хотя, казалось бы, шутом там 5 кубов какой-то грязной жижи за 100 гривен, но если хотите получить нормальный поросят, не пожалеете своего времени, денежки. Оно того стоит. Поросятки у нас тут получились больше такие беконного типа, видно. А инъекция делается как бы и внутримышечно, и подкожно, так что на полную иглу можно запихивать там, ну как бы поняли. Хотя можно и на полную, не смертельно. Ну, особого значения нету, можно делать ее подкожно, внутримышечно. Все равно витамины найдут своего владельца. Попадут куда? Да, тут уже заканчивается я в трубу. Вот, смотри какой бекончик, убегай от меня. А ну лысый, стой! Лысый! Стой лысый! Малчи! При реализации мальчиков берут лучше. Хотя, как по мне, такими вознях надо кастрировать. Ну, растут быстрее, чем снимки. Мы сейчас эту сторону поклацаем и вторую будем. У нас там еще одна свиноматка попросилась. И ее уже-то, да? Сколько там? Там осталось два штуки всего, да? Да. Я там видео выложил. Как бывает. Поэтому, ну, должны быть понимать, что бывает по-разному. И быть готовыми ко всяким нюансам, да? Не всегда приятно. У меня что-то. Насколько вот этих хрюшек у нас молодцы. Как скажем, беспроблемно родились. Беспроблемно живут. А этот, как он живучий? Да, он, ну, я говорил, показывал, на видео снимал. Он такой же, как все. Нет, у него вообще не видно ни замедления в развитии. Никаких проблем нет с ним. Сейчас мы нашего господина Меченого. Нет, мы его напоследок оставим. Одного? Одного, а тех уже все можно запускать. Подержишь в руках, пока я поймаю послед. Как видите, для того, чтобы их проколоть, достаточно, в принципе, всего-навсего троих человек. Один снимает. Один стоит, выпиться за кадром. А я вот заколю. Один работает. Так. Держите крепко. Подержи. А, давай найти. Чтоб не орал. Кричат. Знаете, что кричат? Кричат от того, что не нравится им, что на них в руки берут. У нас зима уже постучалась. Двадцатая. Какой осень? Двадцать первая. Двадцать первое ноября. Двадцать первая. Двадцать первая ноября. Машешь, там. Поросятки в этом апоросе такие приятные. Да? Кругленькие, хорошие. Будут бекончики неплохие, кому-то повезет на откорм. В принципе, операция несложная, обязательная к исполнению. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.